Бытие. Глава 2. Так совершенны небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вонный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лица земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания, добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фессон. Она обтекает всю землю, Хофила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там в Далах и камень Оникс. Имя второй реки – Гихон, Геон. Она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хидекель, Тигр. Она протекает пред Осирию. Четвертая река – Ефрат. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемовском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. А от дерева познания, добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному». Сотворил ему помощника, соответственного ему. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек, всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. «И сказал человек, вот, это кость от костей моих, и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего, и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет, и будут два, одна, единая плоть. И были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились этого». Спасибо. Спасибо.